Машина на ремонт, пострадавшая в больницу. Подробности аварии на перекрёстке Вахитова-Гагарина. Более 60 сантиметров. Работники переправы провели замеры льда. Под контролем у мэра. Наша задача – это всё привести в порядок и сделать украшение нашего города. В музыкальном колледже стартовали ремонтные работы. Игры, танцы и песни. В Нижнекамске прошёл фестиваль «Мозаика национальных культур». Падали, но поднимались. В октагоне сильнейшие бойцы по Волжье. Об этом и не только. Прямо сейчас в эфире «Новости Нижнекамска» в студии Александр Халин. Здравствуйте. Авария произошла сегодня утром на перекрёстке Вахитова-Гагарина. Водитель «Тойоты Камри» проигнорировал запрещающийся сигнал светофора и столкнулся на полном ходу с кроссовером. Итог. Один человек пострадал, две машины в дребезге. Вера Муратова побывала на месте происшествия. У вас рука пострадала, да? Больше ничего, всё нормально с вами? Грудь болит. Грудь болит? ДТП произошло на перекрёстке Вахитова-Гагарина. Повезло, что в это время на оживлённом участке было не так много машин. После сильного удара осколки двух иномарок разлетелись в разные стороны. В этом ДТП есть ещё одна машина, которая пострадала. Она в момент аварии поднималась со стороны Соболековской дороги в сторону города. И один из осколков прилетел ей в крыло. Водитель «Ларгуса» сначала подумал, что у него выбило стекло. Беспеченность водителя «Тойоты» налицо, уверен мужчина. Ну, «Тойота» виноват. А почему? На «Красный» ездит. В детстве не говорили, что на «Красный» ездить нельзя. Ну, как думаете, удар можно было избежать, нет? Ну, конечно, если на «Красный» ездить, если внимательнее быть, то, конечно, можем. Что именно вынудило водителя «Тойоты» проигнорировать запрещенный сигнал светофора, установят сотрудники ГИБДД. Сам он не пострадал. Пассажира его машины увезла скорая. Пассажирки автомобиля «Тойота Камли» 1956 года рождения диагностировали травму головы и сотрясение и ушиб теменной области. Доставлено НСРМБ. Сейчас все обстоятельства и причины ТП выясняются. Врачи диагностировали у мужчины ушиб грудной клетки. Вера Муратова, Максим Липин, Новости НТР. А вот жители дома 108 по проспекту Химиков стали свидетелями пожара. Под их окнами ночью горела машина. Первым спасателей встретил сам владелец автомобиля. Он рассказал, что все началось во время запуска двигателя. Ликвидировали возгорание за считанные минуты. Но огонь зацепил соседние Рено Аркана и Ладу Гранту. У первой обгорела правая сторона, у второй из-за высокой температуры оплавились элементы кузова. Предварительная причина – неисправность электрооборудования. Отмечается, что это не первый случай в данном дворе. Более полуметра местами еще толще. Лед сегодня замеряли работники переправы между поселками Новый Закамский и Соколка. Как говорят специалисты, такую работу они проводят регулярно. Ледовая переправа соответствует всем требованиям. Какие автомобили могут проезжать переправу и как и насколько она сэкономит вам путь, расскажет Светлана Шумкова. Лед очень жесткий. Это хорошо? Да. Работники переправы бурят лед, чтобы измерить его толщину. Лунки проделывают в нескольких местах. Делают это регулярно, чтобы контролировать, насколько здесь безопасно. Более 60 сантиметров, где-то 70 сантиметров. При 50 сантиметрах выдерживает леднагрузку более 16 тонн. То есть ехать можно смело, запас прочности большой. Переправа по маршруту поселок Новый Закамский, село Соколка, работает круглосуточно. Стоимость проезда для легковых автомобилей до полутора тонн – 200 рублей в одну сторону. В обратную – 150. Для машин до двух тонн – 250 рублей и 200 соответственно. Абсолютно безопасно. Пропускаем автомобили только до трех с половиной тонн, в том числе и «Газели», потому что у них грузоподъемность до трех с половиной не проходит. Техника дежурит, круглосуточно сотрудники. Два трактора ежедневно посыпаем гору, расчищаем лед при снегах. Переправа позволяет водителям значительно сократить путь в зимнее время года. Так до Мамадыши и Казани автолюбители сэкономят до 100 километров. Протяженность ледовой переправы составляет 1 километр. В смену здесь проезжает до 100 машин. Географически это место удобно тем, что до Мамадыши остается проехать всего каких-то 19 километров. А если вы едете в Казань, то доедете туда всего за пару часов. Работать переправа будет до тех пор, пока позволяют погодные условия. Если лед станет толщиной в 30 сантиметров, переправа закроется. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, Новости НТР. На 30 миллионов больше. В этом году власти города существенно увеличат финансирование работы общественного транспорта. В общей сложности выделят 150 миллионов рублей. В прошлом году эта сумма была около 120. Рост вложений связан с продлением времени движения. Об этом сегодня во время делового понедельника рассказал Рамиль Мулин. Также мэр Нижнекамска отметил, чтобы город был полностью обеспечен транспортом, необходимо закупить еще 15 автобусов большой и малой вместимости. Медиахолдинг НТР есть во всех социальных сетях. Наши новости можно найти и на официальном сайте НТР24.ру. Там же идет круглосуточная прямая трансляция канала. Очень нужный и долгожданный большой ремонт пришел в музыкальный колледж. Сейчас работы ведутся на третьем этаже. Полностью обновить здание планируют к началу учебного года. Сегодня с процессом ознакомились власти города. Подробности в сюжете Анжелики Степановой. Петр Спиридонов обучает студентов уже 44 года. А в 1970-м и сам был первокурсником этого музыкального колледжа. Но с тех пор здание практически не изменилось. Все те же стены, стулья и двери. Считает, ремонт нужен был здесь еще 25 лет назад. В первое время уж хорошее, красивое здание. Все было нормально. Сейчас все равно время проходит. И здания тоже стареют. Они тоже потихоньку начинают сдаваться. Стареют, и так трещина появляется. И двери, столи, пульты. Все, ломается, конечно. Время идет, а они тоже стареют же. Материалы тоже не вечные. Но уже к следующему учебному году колледж будет не узнать. Архитекторы и дизайнеры подготовили план преображения. Капитальный ремонт затронет все кабинеты, коридоры, фасады, прилегающую территорию. Сегодня власти города внесли первые поправки. Проект еще будет меняться. Пока точно решили, что все здания от ТЮЗа до Дома народного творчества должны быть в одном стиле. При этом у каждого объекта будут свои особенности. Здесь, например, это изображение инструментов или цитаты Салиха Сайдашева. Мы договорились, что в целом должен быть дизайн этой территории, как бы единый концепт. Но у каждого учреждения будет свой дизайн-код. Потому что театр юного зрителя – это для своего клиента. Муз-училище – это для своих воспитанников. А Дом народного творчества – для своих слушателей и гостей, которые приезжают в город. Поэтому в целом это должен быть единый ансамбль. С учетом тех зданий, которые есть, домов, я думаю, что наша задача – это все привести в порядок и сделать украшением нашего города. Ремонт колледжа стартовал две недели назад. Также сегодня делегация посетила музыкальную школу, которая находится на четвертом этаже. Изначально она не входила в план работы, так как считается отдельным объектом. Но сегодня после визита было принято решение провести ремонт и здесь. На данный момент республика выделила на проект 130 миллионов рублей. Скорее всего, этих денег не хватит. Понадобится еще порядка 20 миллионов из бюджета муниципалитета. Они необходимы для ремонта школы, фасада и благоустройства территории. Анжелика Степанова, Максим Липин, Новости НТР. Нужный подарок для верующих. Инициативная группа «Добрые сердца» передали сварочный аппарат храму святого праведного Иоанна Кронштадтского. Техника будет полезна как ученикам воскресной школы, так и для самого прихода. Дети будут обучаться работать на нем. В дальнейшем это поможет им с выбором будущей профессии. Также прихожане с помощью этого аппарата будут изготавливать печи и отправлять их солдатам в зону СВО. Предоставил нам такой сварочный аппарат, который пригодится и воскресной школе, и нашему приходу. Он будет использоваться по назначению. В частности, мы хотели варить печи, уже непосредственно на Украину отсылать. И будем это производить. По просьбе инициативной группы «Добрые сердца» мы предоставляем в дар в качестве благотворительности сварочное оборудование, сварочный полуавтомат. Производитель это профи, профессиональный аппарат 300 ампер. То есть можно производить любые сварочные работы от нуля, можно так сказать, и до 100%. То есть любые металлоконструкции, любой сложности, любой толщины. То есть самое главное, что это все легко делать. Одни делают добрые дела, а другие наоборот. Нижнекамец потерял крупную сумму, получив указания от мошенника. Тот представился следователем Следственного комитета. Пострадавшему поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в московское отделение банка обратилась женщина с доверенностью от его имени. Она хотела снять сбережения Нижнекамца. Для того, чтобы установить ее личность, нужна помощь потерпевшего. Общение продолжилось в мессенджере. Было предложено установить приложение, с помощью которого можно будет вернуть деньги и найти мошенников. Следуя указанию робота, потерпевший оформил на себя кредит и перевел неизвестным. А потом с его карты начали утекать его собственные средства. Но на этом злоумышленники не остановились и оформили еще один кредит в размере полумиллиона рублей. Незаконные действия прервал звонок от сотрудника банка, который и открыл глаза мужчине на происходящее. Добровольцы отряда След посетили могилу Василисы Голицыной. Почтили ее память и возложили цветы. Восьмилетняя девочка пропала 10 лет назад, 2 февраля 2013 года. Добровольцы искали девочку несколько суток. Спустя 5 дней ее нашли. Однако она уже погибла от рук маньяка. Трагедия тогда потрясла многих. В день похорон нижнекамские волонтеры объединились и создали добровольческий отряд След, который и по сей день приходит на помощь людям. С тех пор ежегодно волонтеры чтят память Василисы. Каждый год ребята приезжают к ней на могилу и возлагают цветы. Если у Вас есть важная или интересная информация, ждем Ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntr24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 077. Пешеходные световые тоннели продолжат радовать горожан. Необычные шестигранники тоннели украсили Нижнеканск перед самым Новым годом. Иллюминации горожанам понравились. Они предложили оставить их. Эту идею поддержали власти города. Так что теперь делать сочные фото можно будет круглогодично. Между тем в республике подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление. И в фаворитах оказалась елка в парке «Семья». В этом году она получила прозвище «Кукуруза». Видимо, за свой желтый цвет. Тем не менее, она признана лучшей в республике. Позади остались набережные Челны и Альметьевск. Почетную награду из рук Рустама Миниханова получил мэр Нижнекамска Рамиль Мулин. Всего же было заявлено 94 работы из 44 районов. Мероприятие прошло в юбилейный десятый раз. Это был наш совместный труд. Поэтому, уважаемые коллеги, я еще раз хочу всех поздравить с этой наградой. Наша общая награда. Поэтому радует то, что республика видит. Поэтому всех поздравляю с этой наградой. Всем спасибо большое. Угощение, поделки, песни и танцы. В Нижнекамске прошел первый фестиваль «Мозаика национальных культур». На площади у Дома народного творчества собрались представители разных диаспор нашего города. Каждый в этот день смог узнать больше о культурах друг друга. «Мозаика национальных культур» – фестиваль для Нижнекамска новый. Сопровождался он песнями, танцами, угощениями. А традиционные поделки произвели настоящий фурор. Сколько здесь замечательно всего. Я поняла, я приняла здесь отличное настроение. Несмотря на то, что она у меня всегда прекрасная. Но сегодня на высшем уровне все. И такие праздники нужно проводить ежегодно теперь. Татарская, русская, кряшинская, чувашская кухни. Всего было представлено 13 палаток с угощениями разных народов. Больше всего нравятся игры, как организовали все это, национальные костюмы. Да, все очень весело. У нижнекамцев появилась возможность познакомиться друг с другом получше. На свежем воздухе горожане водили хороводы и танцевали. За руки брались незнакомые люди, но никого это не смущало. Наоборот, поднимать всем настроение. Все вместе берутся за руки дружно, даже если незнакомые. Для праздников это обычное явление, а так это очень классно на самом деле. Даже с незнакомыми людьми можно познакомиться. В национальных нарядах выступали творческие коллективы, исполняли традиционные танцы и песни. Праздником остались довольны все – и организаторы, и гости. Горожане надеются, что праздник теперь станет ежегодным. Иван Демин, Азалия Кутлахметова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Яркое шоу, незабываемые поединки и культурная программа. В Нижнекамске прошел 16-й фестиваль боевых искусств. Лучшие бойцы Поволжья вновь собрались в спортивном зале «Факел». Сильнейших выявляли в четырех видах спорта. Болельщики готовы, спортсмены заряжены. Внимание всех приковано на октагон. Именно там разворачивались главные события этого вечера. В этом году на суд зрителей организаторы представили четыре вида спорта и 16 бескомпромиссных поединков. Пришедшие зрители точно не пожалели. Фестиваль боевых искусств уже давно полюбившиеся многим события. Болельщики всегда это мероприятие ждут с большим нетерпением. Особо тепло здесь, конечно, поддерживают нижнекамских бойцов. В этом году их было семь человек. Пожалуй, самую яркую победу в поединке по тайскому боксу одержал Данил Мусин. Для этого ему понадобилось 25 секунд. ООО! ООО! Данил Мусин! Мишки-стан! Эту победу хотелось бы посвятить моему сенсею Давиду Владимировичу Женгадову. И вот я с нами еду, в наших сердцах, в нашей памяти. Красивые победы в этот вечер одержали и другие наши земляки. Решат Хаснулин, Амиджон, Ахмедов. В схватке по грэпплингу отличился нижнекамский ветеран Рустам Файзрахманов. Все это произвело впечатление на многочисленную публику, среди которой был хоккеист Рауль Якубов. Честно говоря, я очень приятно удивлен. Очень приятно удивлен. Очень много наших победителей, особенно Кулик. Я бы хотел ответить именно на этого пацана. Я очень удивился, когда он выиграл Бугульминского. Прямо такого. Азлова. Абыя, так скажем. Вот, я очень был приятно удивлен за наш, за наш нижнекамский, за наш нижнекамский кудо. Наверное, я не разбираюсь в этом, но надеюсь, если в следующий раз придут, то обязательно буду знать эти правила намного лучше. Был в числе зрителей особенный гость Дмитрий Кисюк, исполнительный директор международной бойцовской организации Кёкусин ВФКО. Эта организация устраивает подобные шоу по всему миру. Татарстан нам очень интересен на сегодняшний день. Видим подрастающее поколение, видим интересных бойцов. И я думаю, мы сможем сделать некую коллаборацию. Такое популярное сегодня слово. А это значит, что в скором времени в Нижнекамске может пройти еще более масштабное бойцовское событие. Переговоры по этому поводу уже ведутся. Что касается прошедшего мероприятия, то оно вновь поразило многих. И даже жаль, что 17-й фестиваль боевых искусств состоится только ровно через год. Художественные, научно-популярные, познавательные книги. Добрые инициативы Сибура продолжают приходить в Нижнекамск. На этот раз компания подарила книги библиотечному фонду Нижнекамска. Книги из коллекции «Мы и город» в рамках благотворительной акции получила городская библиотека семейного чтения филиал номер 4. Сказки на ночь, королевство насекомых, путеводитель по России. А еще классические и научные произведения. Чего-то только не увидишь, глаза разбегаются. Яркие обложки и иллюстрации, интересное содержание. Такие книги подарил Сибур библиотечному фонду Нижнекамска. В замечательные серии книг поступила в библиотеку в этой коллекции. Книги Юлии Погребинской про ангела. Перо ангела называется. Это волшебные сказки, они необычные. Сама книга, как вы видите, необычного формата. Вот в таком она виде. И вот здесь сзади имеются специальные такие наклеечки. Вы их видели уже? То есть можно выбрать наклеечку, вытащить ее, снять. Посмотреть, какая страничка. Какая страничка? 25. Вот, соответствует? Да. И мы читаем эту историю, которая, может быть, вам понравится, потому что она будет в тему вашего сегодняшнего настроения. Коллекция книг «Мы и город» составлена на основе рекомендательных списков Российской государственной детской библиотеки, экспертных коллекций Московской международной книжной ярмарки и других рекомендательных сервисов. Книги становились лауреатами российских и международных профессиональных премий, издания предназначены как для детей младшего и среднего школьного возраста, так и для взрослых. Юные читатели библиотеки номер 4 тут же расхватали то, что им пришлось по вкусу. Мне очень понравилась эта книга «Королевство насекомых». Она про разных насекомых. Мне она очень понравилась, потому что она тем про насекомых. И тут очень красивые картинки объемные. «Лапин. Зима белого кролика». Она мне очень понравилась, потому что она красивая, милая. Там написано о кролике, который гулял по зимнему лесу. В коллекцию «Мы и город» вошли две подборки. 100 лучших отечественных книг и 50 лучших отечественных книг-картинок, состоящих из качественно проиллюстрированных детских книг. Ее цель не только обогатить библиотеки современными изданиями, но и создать основы для будущих культурных проектов и городских изменений. Наши библиотеки читают очень много читателей детей. А фонд библиотеки как бы не очень большой детской литературы, то мы очень рады, что именно детские книги поступили в фонд нашей библиотеки. Потому что они будут необходимы, полезны и нужны. Потому что это новый формат, это новые книги. Они познавательные, то, что нам и нужно, чтобы дети стремились к чтению. А эти ребята читать любят. Домой все ушли с новыми книгами. Подарок от Сибуры стал частью культурного наследия города. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов. Новости НТР. 4 февраля. Всемирный день борьбы против рака. Страшного диагноза боится практически любой человек. Однако, по мнению врачей, рак не приговор, и победить опасное заболевание можно. Об этом в студии программы «Тема дня» рассказал врач-онколог Ильяс Ганиев. О том, как защитить себя и почему крайне важно проходить диспансеризацию, смотрите в очередном выпуске программы «Тема дня» сразу после выпуска новостей. Есть какие-то предпосылки к тому, что это может образоваться? Я считаю, и я согласен с мнением многих ученых, что это все-таки неправильное питание. То есть это жирная пища? Что вот это? Жирная пища. В первую очередь, это бедность клетчатки. Недостаточная клетчатка. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok